Второй закон метров. Распределение признаков по одному гену не мешает распределению признаков по другому гену при полигибридном скрещивании? Да, это так. То есть на самом деле каждый признак ведется ровно так же, как он вел бы себя при монгибридном скрещивании. Сами подумайте, а раз должно быть иначе. Организм-то не знает, сколько мы исследуем признаков. Признак как передается, как раньше передавался, так он, наверное, теперь передается. Просто мы, кроме него, исследуем еще все эти другие. А характер распределения каждого признака, ну просто никак не изменился. Ровно так же самое. Этот закон еще имеет второе название. Закон независимого распределения признаков. Закон независимого распределения признаков. И во второй законе. Распределение по одному признаку никак не влияет на распределение, что для потомков, по второму признаку. Когда мы возились со всеми этими работами и рисовали большую решетку пенет на 16-летучих, Распределение признаков потомства мы посмотрели 9, 3, 3, 1. Причем, что можно сказать про обладательные вот этой девятки? Вся группа девятка. Оба внешних признаков, оба фена, у них в какой форме? В доминантной или в рецессивной? В доминантной. В доминантной, отлично. А как мы записываем генотип живого существа, если у него доминантный фен? А большая черта? Большая губочка, это черта. Если у него рецессивный фен, то у него может быть только один единственный генотип. Понятно? А если у него доминантный фен? А черта? А тогда у него может быть и доминантная гомосиблота, и гетрофиблота. Поэтому этот случай как записывается? А черта? А большая черта? А большая черта? Вот, если мы видим доминантный фен, то генотип мы записываем на... Так, на второй ген нам не понятен. Ну и попробуем расписать вот это распределение в генетических значках. Как обозначить девятку? Первый фен доминантен или рецессивный в этих девятенках? Доминантен. Доминантен, значит, А большая черта. Второй фен доминантен или рецессивный. Доминантен, Б большая черта. А как расписать эту тройку? А сильная. А, 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 Рецессивная. А большая черточка, А, Б, В. А большая черта, Б малая, Б малая. Так наоборот. А это А малая, А малая, Б большая черта. А это А малая, А малая, Б малая, Б малая. Сделайте вся такую пропись. Итак, это мы прописали генотипы для участников этого распределения. Значит ли это, что во всех случаях полигибридного скрещивания 3-3-3-1? Да ничего подобного. Конечно, ничего подобного. Давайте я простой вариант, чтобы долго не возиться. У помидоров известно, что красный цвет вклада доминирует над желтым. А большой красный помидор, А малая желтый помидор. А круглая форма, сферическая форма вклада, доминирует над грушевидным. Б большая круглая, Б малая грушевидная. А теперь задача. При скрещивании выписываю все на типы пары, которые я скрещиваю. Красный круглый, с желтыми грушевидными. Получили распределение. 25% красных круглых, 25% желтых круглых, 25% красных грушевидных. И еще одна четверть, желтых грушевидных. Задача. Найдите генотипы родителей. Выпишите вот здесь над родителями, а их генотипы. А теперь подумайте, для тех, кто уже перешел задачу. А какую их нечуть на самом деле? Какие другие родительские пары помидоров можно брать? Чтобы все равно распределение осталось такое же, по четвертям. Вот они друге, пара другая. А распределение остается прежним. Да. Внешне, как они будут выглядеть? Внешне. Иван, скажи спиртинг. Да, давай. Красный грушевидный и желтый круглый. Красный грушевидный при скрещивании с желтым круглом может дать такое же распределение. В каком случае? Если вот этот красный, бомзиболт или гетерзиболт? Да. Это гетерзиболт. Гетерзиболт. В этом случае распределение будет по четвертям. По одной четвертой каждому типу поток. Ну а теперь такой случай. Создайте решетку пенета. Для тех старых помидоров, но просто это даже не здорово. Новые признаки. Хотя можно дать там, я не знаю, промоку дорожилку. Суть от этого не изменится. Абсолютно. Либра человека. Опять же, суть не меняется. У нас просто уже заданная система с помидорами. Давайте с ней. Берем два таких организма. А нам придется еще как вчера мы писали, да? Сколько будет поток таких? Да, да, да. А там надо будет начисывать сколько? Да, да, да. Есть помидоры внешние. Все, я не знаю, какие. Красный круглазый. Красный круглазый. Желтый круглазый. Желтый круглазый. Вот прям два таких сорт скрещиваем. Точнее, это не сорт, а сорт называется чистый вид. А это не чистый вид. Прям два таких растения и стричь. Меня интересует численное распределение признаков по потоку. Сколько разных групп, в каком соотношении друг к другу. По пофену? По фену, да? По фену, да? По фену, да? По фену, да? Почему же еще? Нет, бывают задачи, где надо выделить группу генетического разнообразия. Так, надо всегда внимательно смотреть, что у вас спрашивает. Про фену или про гену. Сколько разных групп потомков? Сколько штук считаете? Количество групп потомков всегда будет совпадать с количеством клетчек в решетке пеннета. В данном случае в решетке пеннета сколько? Восемь. 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 Всего восемь. В чем дело? Эти траги, то есть сколько разных типов генет может образоваться? Четыре. 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 А это? Двало. А это только две. Две. Значит, соответственно, в нашей решетке пеннета восемь клетчек. Помните, мы шесть случаев для гибридного скрещивания выписывали, да? Смотрите, как должен был... Ну, это вот это ножку морять. Да. Первый ген как должен был распределиться, в каком соотношении? Значит, первый ген один к одному. Один к одному. Смотрите, он так распределиться. Да. Да. А второй ген как должен был распределиться? Две ген так живут. Три к одному. Три к одному. Смотрите, он так распределился. Да. Да. При полигибридном скрещивании могут быть самые разные случаи числового распределения. И здесь уже выписать, вот как мы для моногибридного выписывали шесть разных вариантов пробителей. И говорили, никаких других вариантов пар быть не может. Сейчас тоже вы записали? Володь, прикиньте, сколько разных вариантов? Ох, восемь. Что, восемь? Ой, не, не, не. А тридцать шесть не хотите? Тридцать шесть. Угу. Так. Составлять такую таблицу, вещь совершенно бессмысленно, ее половину держать не надо. Шесть пар можно. Да, все. За сим, господа. Осознайте момент. Мы с вами разобрали, по сути дела, причем не только на теоретическом, но и на практическом уровне, с навыками решения задач, всю классическую, мендерскую генетику. Все. Подмена, что на самом деле мендерским законам подчиняется растреблению далеко не по всем темам. А признаки, которые ведут себя именно в соответствии с этими законами, так и будут называться мендерирующие. Продолжение следует.